Члены облсполкома, руководители и специалисты облсельхозпроды и подведомственных организаций, председатели райисполкомов, а также их заместители по сельскому хозяйству и продовольству посетили в составе двух рабочих групп молочно-товарные фермы. Первая группа, которую возглавлял глава области Константин Сумар, побывала в сельскохозяйственных производственных кооперативах Ганцевичского района. Все они находятся на разных этапах процесса модернизации и имеют разный потенциал, перспективы развития, проблемные моменты и рабочие вопросы. Посещение таких объектов – важная составляющая в деле глобального усовершенствования всей аграрной отрасли. Это примеры удачных и не самых совершенных изменений, а их детальное рассмотрение – хороший урок для остальных аграриев. Мы не то что ездим по хорошим хозяйствам или самым лучшим, или кто-то им построит. Сами люди потихонечку. Но потихоньку. Если говорят раньше, потихоньку не спешат, но они потихоньку не спешили. И все время не спешат. И правильно. Ганцевичский район еще совсем недавно занимал не самые завидные позиции в сфере мясомолочного производства, но уже сегодня показывает хорошие темпы роста. Конечно, еще есть куда расти, но положительная динамика не может быть не отмечена. К примеру, хорошие результаты показывает не самый передовой СПК «Мальковичи», который в 2012 году присоединили к комплексу «Березовец». Сегодня и работники, и председатели уверены в том, что идут в правильном направлении, но останавливаться на достигнутом не собираются. Идей и планов по их выполнению еще немало. Не хватало земли, поэтому у меня была протяженность, и в разделочах земля была. Когда уже произошло объединение, мы планируем отсюда все зерновые убрать, и именно здесь заняться, именно вот те 800 гектаров, именно только корма, кормовая база. Даже самое продуктивное поголовье не сможет показывать на выходе требуемые результаты, если не будут созданы необходимые условия для его содержания, кормления и ухода. А это дело не одного дня и задачи не для одного человека. Именно хорошие, грамотные и ответственные специалисты сегодня закладывают фундамент будущих успехов. Именно от работников и руководителя сельскохозяйственных предприятий зависит их будущее. Мало просто построить просторное помещение и установить современное оборудование. Необходима слаженная работа всего коллектива и заинтересованность в общем результате. Эти наши обезды как раз мы делаем и группы работают, чтобы с наименьшими потерями получить больше эффекта от этой работы. И второе, конечно же, уже сейчас надо думать о будущем, о летнем столе содержания скота. И уже сейчас надо вести работу ту, которую перед нами поставил президент. Не только провести реконструкцию, но сделать все возможное, чтобы эти фермы имели приглядный этот вид. То есть, чтобы заборы были обязательно, чтобы полностью была поточная цеха системы содержания скота. Без этого невозможно будет, не будет будущего. В ходе пленарного заседания были обсуждены итоги работы молочного скотоводства Лунинецкого и Ганцевичского районов, в частности, и всей области в целом, а также планы на 2014 год. Снижение показателей и темпов роста в этой сфере агропромышленности пока не критично, но вызывает опасения. А потому в наступившем году предстоит немалая работа по устранению имеющихся технических и технологических недоработок, улучшению качества и производительности труда и продукции, а также наращиванию продаж. И начинать активную деятельность необходимо уже сейчас, не дожидаясь горячей летней поры.